Для скелетонистов это первое в этом году соревнование, не считая Олимпиады. Судя по отзывам тренеров, ребята, как юноши, так и девушки, к новому сезону подошли достойно. Сегодня во втором этапе финального Кубка России участие принимают порядка 50 спортсменов. Среди них и те самые звезды Сочинской Олимпиады. Чемпион зимних игр Александр Третьяков и обладательница бронзовой медали Елена Никитина. Интервью спортсменка не дает, очень уж верит в приметы. А вот болеет за коллег из команды от души. Олимпийский чемпион Александр Третьяков не сдаёт позиции и по-прежнему показывает самые высокие результаты. На победу настраивает и сочинская погода, отмечают спортсмены, столь непривычная для зимнего вида спорта. Обладатель золотой медали и не думает уходить из большого спорта, не задумывается и о тренерской деятельности. Я люблю скелетон, этот вид спорта. Не могу жить без него. Мне просто доставляет удовольствие кататься, тренироваться. Удачи продолжаю, пока есть силы и здоровье. Ребята все хорошо готовы, конкуренция растёт в команде. Очень радует это. Очень интересно соревноваться. Даже на тренировках у нас постоянно плотные результаты. Так интереснее гораздо. Соревнуется в Сочи Ольга Пателицина. На домашней Олимпиаде она была пятой. А вот главным своим достижением считает то, что именно она впервые в истории женского скелетона выиграла Кубок Мира. Конечно, ещё у нас никто не выиграл чемпионат мира. Поэтому первая цель ближайшая будет чемпионат мира. А потом уже понятно, что Корея. Так как мне чуть-чуть не хватило до медали. Поэтому это мечта любого спортсмена. Поэтому буду стремиться к этой медали. По завершению соревнований тренер определятся составами на выезды, а также рассмотрят потенциал молодых спортсменов. Время формировать юношескую олимпийскую сборную к играм 2016 года. Мы занимаем лидирующую строчку в мировом рейтинге. Поэтому в плане результата, да. А в количественном составе массовости мы немножко уступаем. Естественно, нам хотелось бы, конечно, мы всё думаем, как это делать. Потому что это вид не такой дорогостоящий достаточно. Поэтому хотим придумать какие-то программы для того, чтобы всё-таки этим видом спорта занялась массовость. Именно дети. Домашняя трасса отмечают спортсмены. Это большой плюс. И самое главное – толчок для развития. Теперь появилась возможность в начале сезона тестировать и технику, и, как выражаются скелетонисты, Лёшку. Результат вчерашнего чемпионата повторился и сегодня. По льву первенства Кубка России в женской сборной завоевала Елена Никитина. Второе место у Марии Орловой. Третья ступеньки «Едестала» осталась за Ольгой Патылициной. Среди мужчин в лучшее время показал Никита Трегубов, сумев обойти Александра Третьякова. Бронза у Сергея Чудинова. Впереди у ребят сбор в Интерберге и тренировочные заезды в Лилле-Хаммере. Инга Габейшия, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».